Большинство людей просыпаются утром и сразу начинают думать о своих проблемах. Эти проблемы представлены в виде цепочки, определенной схемы воспоминаний в их мозге, где каждое конкретное воспоминание прикреплено к каким-то вещам и каким-то людям в определенный период времени. И если мозг представляет такую запись прошлого, то в тот момент, когда эти люди начинают свой день, они уже думают о прошлом. В это же время каждое их воспоминание содержит эмоцию. Что такое эмоция? Эмоция – это конечный продукт прошлого опыта. И получается, что когда они вновь проживают эти воспоминания их прошлых проблем, они вдруг начинают чувствовать себя несчастными, они становятся грустными и даже могут ощущать боль. То, как человек думает и как он себя чувствует, формирует у него привычное состояние бытия. Но у тех людей, кто в начале дня сразу же начинает думать о своих проблемах, привычное состояние бытия находится в прошлом. Это означает, что привычное и хорошо знакомое прошлое рано или поздно станет предсказуемым будущим. Итак, если вы полагаете, что ваши мысли имеют определенную связь с вашей судьбой, и вы не можете думать выше своих чувств, или же ваши чувства стали средством и результатом вашего мышления, значит, вы мыслите прошлом. И по большей части вам придется только лишь пересоздавать свою прошлую жизнь. Большинство из нас, как только мы проснулись, сразу же хватаются за свой телефон, проверяют сообщения в WhatsApp, смотрят, пришло ли им что-нибудь на электронную почту, заходят в Facebook, смотрят, что там появилось в ленте, переписываются в Twitter, ведут Instagram, читают новости. Именно так, они связаны со всем тем, что им известно в жизни. И после этого происходит серия повторений привычных нам действий. Они встают с кровати с одной и той же стороны, идут умываться, принимают душ, делают себе кофе, одеваются, едут на работу по одному и тому же пути, делают все те же вещи, что и обычно, видят одних и тех же людей, что и каждый день, нажимают на все те же эмоциональные кнопки. И это становится их распорядком дня. Каждый новый день мало чем отличается от предыдущего. Это становится похожим на заданную программу. И что происходит в этом случае? Люди теряют свободу воли. Когда же приходит время, чтобы все изменить, то избыточность и чрезмерность установившегося цикла становится подсознательной программой. Когда нам исполняется 35, то 95% всего того, что мы есть, это укоренившийся в памяти набор поведенческих навыков, эмоциональных реакций, подсознательных привычек, цепочек настроений, верований и восприятий, которые функционируют в нас как компьютерная программа. И после этого человеку, у которого осталось всего лишь 5% сознательности, остается повторять «Я хочу быть здоровым», «Я хочу быть счастливым», «Я хочу быть свободным». Но его тело при этом уже находится в состоянии совершенно другой программы. И тут возникает главный вопрос – как сделать все эти желанные изменения? Вам необходимо уйти из зоны аналитического ума, потому что аналитический ум является тем барьером, который отделяет сознательный и бессознательный ум. И все это можно достичь с помощью медитации. Через медитацию вы учитесь изменять свои мозговые волны, вы учитесь замедлять их. И если делать это правильно, то происходит изменение во всей операционной системе человека, после чего начинают происходить реальные изменения в жизни. Большинство людей ждут кризиса, травмы, болезни или плохого диагноза. Они ждут утраты или какой-то трагедии, чтобы начать изменение своего ума и решиться на перемены. Но зачем ждать? У вас есть выбор. Вы можете учиться меняться в состоянии боли и страдания, или вы можете учиться меняться в состоянии радости и вдохновения. В чем прелесть сегодняшнего момента, так это в том, что люди начинают просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова